И мы продолжаем тему фаст-трека. И доклад, касающийся фаст-трека в лечении опухоли желудочно-кишечного тракта, представит Кочетков Александр Владимирович, Москва. Уважаемые коллеги, разрешите высказать огромную признательность, огромную благодарность за возможность посетить этот прекрасный город, замечательный. Возможность в столь авторитетной обстановке рассказать о наших достижениях, о наших результатах. Стандартный слайд о конфликте интересов. Мы не видим конфликтов интересов. Фаст-трек-хирургия, синонимы, их достаточно много. Кто называет фаст-трек, кто концепция ускоренная после операционной реабилитации. Но по сути это программы ускоренного выздоровления. И в этом плане, я надеюсь, наш доклад подольет масло в огонь. И мы объединим наши усилия по реабилитации, по быстрому восстановлению и быстрому возвращению наименее инвалидизированных пациентов в строй. Но давайте мы в конце поговорим, а где разграничить ту грань, где есть реабилитация, а где есть работа хирурга. Итак, фаст-трек-хирургия – это концепция стандартизованного переоперационного, именно переоперационного введения больных на основе доказательной медицины. Цель – обеспечение эффективности и безопасности хирургического стационара. Механизм – это снижение хирургического стресса. По сути, наша задача сделать так, чтобы пациент не почувствовал нашу операцию. И результирующие это снижение осложнений, сокращение длительности госпитализации, быстрое восстановление работоспособности и снижение и без того ограниченных финансовых затрат. Идеология – три больших раздела. По сути, все наши три этапа. Действительно, идеолог он представлен на слайде. Большое количество пунктов. Аудит собственных результатов. Как-то мы постепенно так все-таки приходим к нему. Итак, все-таки фаст-трек в хирургии и наша реабилитация в хирургии. Как вообще реабилитация в медицине – это не одна майка, которая подходит на все размеры. Мы все-таки должны быть вариабельны и подбирать для каждого пациента свое. Фаст-трек в хирургии – это еще инструмент бенчмайр-кентинга. Мы должны понимать, насколько наша медицина хороша и чья медицина лучше. Понимаете, в чем дело? Давайте посмотрим на результаты и на методологию работы других стационаров. Это из брошюрки для пациента одного из хирургического стационара. Третий послеоперационный день. Мы видим нарисованного пациента со всякими трубками, дренажами. Да, идеология фаст-трек подразумевает отсутствие их. Но тем не менее. И мы понимаем, что это не очень выглядит, как идеология фаст-трек. Вот такая рекомендация. Но давайте посмотрим, что это за пациент. Это пациент третьей сутки после эзофагоктомии. И мы понимаем, что концепция-то уже поменялась. И это более чем фаст-трек. К вопросу о бенчмаркете. Европейское блестящее исследование, показавшее послеоперационную летальность. И мы видим, что не все стационары одинаковы. Что в каких-то стационарах, на какие-то стационары надо равняться. А в каких-то, наверное, что-то подкручивают. И вот это на самом деле та правда, которую мы должны говорить сами себе. И мы должны правдиво знать хотя бы сами свои собственные результаты. Не буду вдаваться про все детали фаст-трек. Аудитория более чем компетентная. Я вижу прекрасные доклады. Большое количество уже опубликованных рекомендаций. В том числе и российских. Тот опыт того коллектива, который возглавляет Константин Викторович Лядов. Отделение хирургической онкологии 47 коек. 15 плановых операций в день. 22 хирурга. 3 900 операций. Выполнены на 50 коек за год. Мультидисциплинарная команда. Все это прекрасно, вы прекрасно понимаете. До госпитальный этап. Вопрос. Вот это работа хирурга или это работа реабилитолога? И является ли хирургом, в данном случае, реабилитологом? И должен ли хирург получать КСГ по реабилитации? Почему? Потому что если хирург поговорит спокойно, грамотно с пациентом на первом визите, перед тем, как пациент начнет дообследование. К нам часто приходят пациенты, которые нуждаются в дообследовании, и расскажут о всей программе, о том, что будет происходить. И как только пациент будет видеть, что да, действительно так происходит, эффективность хирургии резко повысится. Извините, хирург должен быть прекрасным психологом, сидя на амбулаторном приеме и отбирая себе пациентов на операции, чтобы улучшить свои отдаленные и ближайшие результаты. И проводит ли он реабилитацию? Преабилитацию, называйте каким угодно термином, по нашему мнению, да. Более того, мы видим работы, которые показывают на 30% снижение расходов обезболивающих препаратов, если врач просто поговорил с пациентом на догоспитальном этапе о методах обезболивания, о том, какая боль может быть, какой боли не может быть. Однозначно отказ от курения алкоголя заблаговременно, однозначно подбор терапии сопутствующих заболеваний. Мы, вот это отдельное поле для огромного обсуждения. Итак, что мы должны поменять в нашей структуре работы? Это амбулаторное консультирование врачами стационара. Когда специалист, который ведет потом пациента, он обеспечивает пациенту работу от и до. Мы прекрасно знаем, с чего начинается театр. И наш с вами хирургический театр начинается с консультации того хирурга, к которому придет пациент. Это и консультация анестезиологов до госпитализации, однозначно. И школы пациентов, и онкологический консилиум, когда все пациенты знают, что они все будут обсуждены на мультидисциплинарной команде. И это ключевой момент. Активнейшая работа и администраторов, и регистраторов, которые и отзваниваются, и контролируют. И ход до госпитализации пациента, и после госпитализации. Эффективный госпитальный этап. И на первом месте это не то, чтобы активное участие и поддержка администрации. Ключевой момент. Это именно работа администрации и взаимное уважение администрации к тем сотрудникам, которые работают. И крайне уважительное отношение тех сотрудников, которые работают к администрации. Без этого фасттрек в принципе невозможен. Мы слышали об этом доклад раньше. Именно поэтому создание стабильной команды, жесткой специализации хирургов, разработка внутренних регламентов. А самое тяжелое в нашей стране, как ни странно, это жесткое следование, разработанным внутренним регламентом. Реорганизация сестринской службы, о чем пойдет результат дальше. И контроль за пациентами после выписки. Для обеспечения эффективного этапа при госпитализации необходимо изменение концепции работы с медицинской документацией. По большому счету большую часть мы же делаем на амбулаторном этапе. Когда пациент приходит к своему же хирургу, оперирующему амбулаторно, ведь многие вещи уже написаны амбулаторно. Ведь можно сделать просто cut and paste. Это резко экономит время. Отсутствие механической подготовки кишечника, отсутствие примедикации, голодания, подача больного уже после пяти сладких смесей, компрессионный трикотаж, установка внутривенного катетера и антибиотика в отделении уже перед операцией. Это резко экономит время работы операционной. Безопасность в хирургии. Это четкое следование и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И наличие у постели каждого больного вот такой таблички, где он видит свои основные назначения. И он понимает, что он сам должен делать. Мы должны вовлекать пациента. И вовлеченность пациента – это тоже механизм, огромный механизм реабилитации. Изменения хирургических технологий. Посмотрите, это колоректальная хирургия. Вы видите активно светящуюся, низведенную кишку уже после резекции. И вот здесь черный слой, а здесь ниже уже вставленный головка сшивающего аппарата. Вот она здесь, ее практически не видно. Это тот пациент, который оперировался у нас. Это интероперационная ангиография. Удлиняет ли она процесс операции? Да, 5 минут. Повышается ли стоимость операции? Да, повышается на 7000 рублей. Но если, не дай бог, вот при визуальном контакте в нормальной кишке, в такой ситуации, хирург сформирует анастомоз, о каком фасттреке мы будем говорить. И вот эти 7000 рублей, они сэкономят столько денег на лечение несостоятельности, уже гарантированного этого пациента. Итак, переходя к фасттреку, однозначно предпочтение лапароскопическому доступу, обеспечение адекватности кровоснабжения ткани, однозначно активизация через 2 часа после экстубации, экстубация уже в операционной на столе, безопиатная анестезия. Но давайте еще вот на какой момент остановим свое внимание. Хорошо, мы провели операцию, она прошла штатно. Хирург вышел доволен собой. Он молодец, он красавец. Но мы хотим выписать пациента как можно раньше. А какие у нас критерии того, что пациент находится в зоне безопасности? Что его можно на четвертые сутки отпустить домой, чтобы хирург спокойно спал и планировал свои выходные. Это С-реактивный белок. Проанализировано более тысячи анализов биохимических. И мы видим, что если на вторые сутки мы видим уровень ЦРБ порядка 100 и практически двухкратное снижение, ну уж хотя бы полуторакратное снижение к четвертым суткам, все идет хорошо, и мы пациента спокойно можем отпускать, все идет нормально. Мы видим нагноение раны и послеоперационной несостоятельности, совсем другая картина. И, собственно говоря, у нас уже в стационаре и ходит шутка, что мы берем ЦРБ на второй, четвертый день и в пятницу, когда мы планируем выходные. Изменение работы сестринского коллектива – это один из ключевых моментов. Опять-таки, то, что говорит миллион раз Константин Викторович, если хирург умеет оперировать, пожалуйста, в операционную. Ему не место ходить в отделении. Это слишком дорого иметь человека, который умеет оперировать, который просто ходит и слоняется по отделению. Огромное количество работы переложено на плечи нашего среднего медицинского персонала, которые абсолютно потрясающие люди, они заинтересованы в своей работе. И их заинтересованность, она чрезвычайно благоприятным образом отражается на результатах. Как мы привыкли, 50 коек, одна сестра возит каталки, одна сестра ставит уколы, другая делает перевязки. 100 метров. Ну что такое 50-коечное отделение? Это 100 метров. И вот сестры у нас накручивают круги, и все не удовлетворены. Потому что Маша не успела добежать от одного больного к другому и сделать перевязки. Она устала, она бегалась, пациент не удовлетворен. Давайте изменим работу и дадим все три компетенции. Одной медсестре, уменьшив количество ее суточного пробега. И мы увидим потрясающие результаты. Реабилитация, ранняя активизация. Все то, что вы прекрасно знаете, и, наверное, лучше меня. Велосипед, ходунки, нескользящие носки, профилактика. И вот пациенты утром, после больших обширных резекций в брюшной полости, вот эти два пациента перенесли панкреатудодональную резекцию в апароскопическом варианте. Осложнение. Вы знаете, вот это очень такой трепетный момент. Естественно, каждому хирургу, всем нам сказать, что после нас какие-то осложнения, что что-то бывает не так, очень больно говорить. Но пока мы сами себе не начнем говорить правду, мы не увидим реальную картинку и мы не поймем, что надо изменить. Опять-таки, давайте посмотрим на мировую тенденцию, что говорит мир. Исследование ЛАФа, представлен здесь титул страницы, 40% осложнений. Коллективный опыт ЭРАС-клиник, это лучшие клиники. В данном случае имеется в виду коллапрактология, естественно. 40% осложнений и 7% тяжелых осложнений. Откуда берутся эти цифры и как увидеть эти осложнения? Единственный путь – это создание внутренних жестких протоколов введения пациентов. Вот наши представлены на слайде. Я надеюсь, вам хорошо видно. Это создание компьютеризированного собственного реестра, который заполняется не только врачами и не столько врачами, сколько медицинскими регистраторами в соответствии с фактическим риском назначения и теми рекомендациями, которыми были выданы как идеал. Мы видим, что это реальные результаты работы отделения 50-ти кодичного за 3 года, практически 9,5 тысяч пациентов. То есть это фасттрек-стационар в нашем понимании. Если брать только операции, радикальные операции на толстой кишке, 3 года чуть больше 800 пациентов. И что мы видим? По большому счету мы видим тот опыт того мирового сообщества, который опубликован. Практически 40% осложнений. Да, тяжелых не так много. И мы находимся в тренде. Но все равно у 40% пациентов что-то идет не так. Но пока мы не введем вот эти стандарты, мы не увидим вот этих пациентов. Ну согласитесь со мной. А это чрезвычайно важная группа больных. И как раз вот эта группа больных, опять-таки возвращаясь к вариантам КСГ, они дадут прекрасный вариант по реабилитации. Трудностей и подводных камней слишком много. Это и наши пациенты. Мы все их прекрасно знаем. Мы все видим пациентов, которые не имеют мобильного телефона в 2017 году по финансовым соображениям. Для меня было удивительно увидеть пациентов, которые не умеют пользоваться лифтом в 2015 году. Саркопения и саркопеническое ожирение. Сопутствующие заболевания и по Чарлсону 9. Да, и куча административных и законодательных и всяких других препонов. Это правда. Но вот достаточно известная пациентка. Вот фактический результат. Это пациентка, которая прошла всю войну снайпером. Которая перенесла симультанную операцию по поводу синхронных двух злокачественных на образовании на пятые сутки выписывающиеся. И дарящие свою автобиографичную книжку коллективу врачей. Ну, собственно говоря, это вот тот результат. И закончить и поблагодарить вас за внимание. Хотел бы цитатой Стивена Хокинга. Вы все прекрасно знаете, кто это. Что «It challenges, it is ability to adopt the changes». Что интеллект – это как раз способность приспосабливаться к изменениям. Уж, наверное, этому человеку об этом знать, как никому другому. Ну, и благодарю вас за внимание. Огромное спасибо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...